Эпидемиологическая обстановка в Приморье остается напряженной, в связи с чем специалисты Министерства здравоохранения ответили на 10 самых часто задумаемых вопросов среди населения о коронавирусной инфекции. В случае появления симптомов легкой и средней формы, потери обоняния и вкуса, насморка, признаков ангины, не рекомендуется предпринимать попыток самолечения, в том числе принимать антибиотики. Первое, что нужно сделать человеку, это остаться дома и вызвать врача на дом. Если есть симптомы ОРВИ, не надо ходить на работу, не надо идти в поликлинику, нужно оформить вызов в поликлинику по месту жительства. В Минздраве отмечают, что хотя дозвониться в поликлинику в сложившейся ситуации непросто, однако это нужно сделать, чтобы заявка поступила в выездную бригаду. Вызывать скорую необходимо только когда велика угроза жизни, в том числе при симптомах острого течения инфекции. Необдуманный вызов украдет драгоценное время у тех, кому это может быть нужнее – участников ДТП, людей с нарушением сознания, кровопотерей или остановкой дыхания. Вы что творите? Что делаете? Скорая помощь – это скорая помощь, а не аптечка по вызову и неконсультативная служба на колесах. Как вы не понимаете, что вы убиваете людей, которые ждут помощи реально? Обратился к жителям Приморья один из врачей скорой помощи. Это сохраняющаяся лихорадка более 38,5 градусов по Цельсию в течение трех и более дней. Это появление симптомов дыхательной недостаточности, которые проявляются, появление мандышки. Врачи отмечают, что результаты недавно появившихся экспресс-тестов недостаточно точны. Полностью подтвердить заболевание COVID-19 могут только специализированные лаборатории, которых в Приморье 16. Из привычного остаются простые и ясные советы. Избегать посещения каких-то скоплений людей, больших торговых центров, ресторанов, кафе, кинотеатров, носить маски, выходя в подъезд даже, надевать маску. И поскольку инфекция очень коварная, мы можем в молодом возрасте заболеть или быть носителем. Но рядом с нами есть пожилые люди. Они составляют самую большую группу риска по тяжелым формам заболевания и, к сожалению, летальным исходам. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов, Олег Завялов. Новости на Восьмом.